это пожалуй аромат который мне понравился меньше всего моя любимая сирень как же ты выглядишь в этом флаконе на мужчине он про халат чай тапочки гастро аромат про еду всем огромный привет спасибо что со мной здесь на моем канале я рассказываю про ароматы лайфстайл косметику и с удовольствием общаюсь с вами не забывайте подписываться на мой канал и инстаграм это для меня отличная мотивация создавать для вас еще больше классных видео сегодня мы посвящаем видео одному бренду вильгельм парфюмери представьте вы заходите в магазин и не знаете какой же флакон стоит вашего внимания я отобрала для вас интуитивно 10 ароматов и хочу рассказать немножко о каждом из них я вильгельм альгрен начал карьеру в модельном бизнесе затем спустя время прославился как дизайнер сумок он пропитывал их ароматическими маслами а теперь этот красивый мэн а занимается развитием собственного бренда нишевой парфюмерии лично я просто обожаю такие флаконы стиль нью-йорка это лаконичность и яркая упаковка в этих ароматах есть что-то о том форда и киллиан от байреда и франко баклея но нет я ненавижу сравнивать просто говорю что бренд заинтересовал меня тем что сразу попал практически во все мои парфюмерные предпочтения которые я ищу нише единственное мне не всегда удобно пользоваться флаконом ладно давайте не про флаконы а что там внутри room service ну как же мне нравится что бренд через название уже пытается подключить нашу фантазию этот аромат я затестила чисто из любопытства из флакона вышла пудра за руку с ежевикой и мандарином так пахнет чистая кожа после ванны или нет для меня так пахнет чистая постель в отеле куда мне приносят завтрак с фруктами и шампанским ежевика с травянистым оттенком фиалка орхидея мускус и сандал красивая композиция замыленная запудрена и джером и пинет создатель данного парфюма еще до этого создавал базовые и уходовые ароматы например для таких брендов как байредо и zara и в целом этот аромат тоже неплохой но все-таки на любителя моя любимая сирень как же ты выглядишь в этом флаконе мне прям интересно какая же ты какая же ты нежная лилок и дэй представьте май цветет сирень это кстати мои любимые цветы из флакона это целая плантация сирени сладкая теплая как нагретый солнцем первые теплые весенние прогулки сирень очень реалистично кажется вот уже вы ищете в ветках и листочки где пять лепестков купила бы его с удовольствием чтобы не скучать за сиренью в течение всего года но будьте готовы что это отнюдь не моно аромат здесь помимо сирени можно услышать и турецкую розу и нарцисс и гиацинт и в целом это аромат весенний цветочной лавки очень красивый свежие водянистый старт и потом сладковатый финал по главе который сирень морин час аромат фруктовый сливочные слегка древесные слегка дымный и до сразу после его нанесения я подумала что он немного похож на крит авентус но это не клон утренние шахматы так переводится аромат показывает нам никого интеллектуала хорошо одетого отменно пахнущего и я бы сама иногда хотела внести брутальную свою жизнь оставив этот аромат на коже и все-таки как метафоричное название у этого бренда эту картинку затем визуально через аромат очень легко представить и так утренние шахматы это аккорд из зелени терпкой с лимоном которая превращается в компанию мужчин через кожу пачули и получается что это такого достаточно интеллектуальное утро в компании джентльменов итак smoke snow обратила на него внимание из-за названия внутри что-то вдалеке напоминает концепцию тома форда и сигарно-кожаное направление в аромате этот парфюм у них секс но мне кажется что это мужской аромат картинка этого аромата снег метель и выходящий из темной машины мужчина его тень подсвечивают фонари на нем утепленное пальто он курит быстро спешит и бросать сигарету в снег холод с теплом и немного брутальности древесно-пряный дымный розовый перец на старте красиво соединяется с кожей розовое масло заявленное в базе не слышу ну и затем ветивер и уд ветивер очень хорошо здесь слышен и он как раз и задает эту самую брутальность аромат из разряда тех кто любит кожаные ароматы брутальные морские вам должно понравиться дэнады старт некос это аромат интроверта приглашенный тихий и дэнады старт это не беспокоить это пожалуй аромат который мне понравился меньше всего мой нос его не подпускал к себе отказывался разложить на компоненты очень приглушенный очень для себя аромат шепота тишины в голове так ну-ка что-то там скрываешь purple fig какой спелый инжир это же курорт purple fig прям просто гастро аромат про еду почему-то вижу его на тарелке в пирамиде моя любимая черная смородина но здесь она для свежести и глубины инжир здесь пахнет очень сочно является главной нотой кстати с инжиром у меня в ароматах не очень так отношения а здесь мы явно понравились друг другу яркий плотный фужерный и предварительный затест обязателен так как аромат на любителя в целом инжир здесь не один а в компании с красивой базой и тем кто любит такие яркие харизматичные ароматы особенно в холодное время года я думаю что вам он обязательно понравится он очень яркий боюсь что сейчас мой нос будет забить флор бурлеск аромат неоднозначный старт до интересен гордыни и жасмин средняя нота сандал базовая нота амбра но потом аромат похож на цветы в пепельнице или женщину с букетом которая выпускает прямо на цветы сигаретный дым страстная дамочка с красной помадой винтажный аромат тяжелый плотный уверяю он отложится у вас в памяти так дире поле приглашаю всех в гости с дире поле чайок с булочками дир поле аромат уютный добрый теплый домашний черный чай ложка меда и фрукты и правда концепция про письмо жене про признание в чувствах про доверие целом бренд предлагает этот аромат использовать на двоих но на мужчине он про хала чай тапочки на девушке аромат теплого яблочного пирога просто нереальный просто космический красивый божечки это же просто для меня бренд создал ух мун карнавал маракуйя бергамот и розовая фрезия просто старт хороший гриф окутывает некой смесью и переходит в туберозу горденью и орхидею такой барбарисно кисловатый прям прохладный наверное как и поверхность луны достойная стойкость и аромат который точно обращает на себя внимание нанесла на запястье походила захотелось больше такой своеобразный наркотик бело цветочный туберозный сладкий и запоминающийся body paint очень красивый аромат и так мне кажется что это самый переменчивый аромат молекулярный эксперимент название идеально аромат будто красками на теле ложится близко и в зависимости от температуры тела выдает самые интересные оттенки на старте аромат такой легкий женский в финале это темные оттенки с унисексовым направлением невероятно сексуальный хочется разгадать какой у нас значит он интригует композиция тоже красивая и вообще это аромат для любителей молекулярных экземпляров мне он кстати понравился и подойдет тем кто любит еще разные молекулы от zarco parfum обязательно затестите и он вам точно запомнится 10 ароматов от бренда вельхельм парфюмерии ух сегодня прям насыщенный день и я буду с вами прощаться сейчас из всех ароматов собираюсь оставить на себе аромат эли лак эдэй напишите как вам этот бренд нравится ли эти флаконы и как вам этот выпуск в целом жду приятного общения и до встречи на моем канале пока